Что такое грибной сезон? Какие грибы растут в Подмосковье и где их искать? Секретами тихой охоты делится с нами начальник эколого-просветительского центра чаепития в мытищах Национального парка Лосиный остров Ольга Удра. И напоминает нашим зрителям, что на особо охраняемых природных территориях собирать грибы запрещено. Это важная часть экосистемы и корм для диких животных. Грибной сезон начинается сразу после исхода снега. Это может быть середина апреля. Грибы дальше произрастают волнами, так называемыми грибными слоями, когда идет дождь, потом идет резкое понижение температуры и недели через две мы можем наблюдать массовое плодоношение грибов. Вот эти слои продолжаются друг за другой, прям до первых заморозков и снегопадов. В Подмосковье растет несколько тысяч видов грибов. Не все из них, конечно, съедобные, но и сильно ядовитых тоже очень мало. Самые распространенные и любимые населением для сбора это, конечно, белые грибы, подосиновики, подберезовики, сыроежки, грузди и все виды опят. Каждый гриб любит свою экосистему. Например, за лисичками мы отправимся в сосновый лес, за рыжиками в молодой еловый лес, а подберезовики и белые грибы пойдем собирать березовую рощу. Больше грибов бывает на светлых местах, это обычно опушки леса. Прежде чем пойти за грибами, нужно полностью зарядить свой телефон и взять еще с собой старый кнопочный телефон с полной зарядкой. Одеть плотную одежду, желательно яркого цвета. Также вы берете с собой обязательно нож и спички, и воду. Для похода за грибами в мае, в июне, августе и сентябре нужна специальная одежда, закрывающая полностью ваше тело. Такая одежда называется антиклещ. Не стоит пренебрегать использование репеллентов, отпугивающих насекомых. Вы приходите на опушку, и если в ближайшие 200-500 метров вы находите пару грибов, вы можете идти смело. Дальше вы наберете корзиночку. Но если на опушке нет грибочков, значит, вам нужно подождать недельку, возможно, еще грибной слой не начался. Поступайте, как вам удобнее. Для грибницы нет никакого значения, срезали вы его или выкрутили, потому что сам основной организм гриба, микориза, грибница, находятся в почве. Вы собрали грибы, принесли полное лукошко домой. Сразу переберите его. Червивые грибы, недопустимые для употребления. Старые грибы тоже. Это необходимо сделать в ближайшие несколько часов. Если у вас не так много времени, отварите их или заморозьте. Собирать грибы полезно для здоровья, потому что вы не торопитесь, вы спокойно гуляете по лесу, вы смотрите, вы прислушиваетесь, вы просто отдыхаете. И ваш уровень гормона стресса, кортизол, сам собой опускается. Плюс это очень интересно. Есть какой-то элемент неожиданности, сюрприза. Неожиданно давно не встречавшийся гриб найдете или краснокнижный гриб. И вы порадуете своих домашних вкусным ароматным грибным блюдом. Гуляйте, отдыхайте, ходите в походы. Но, пожалуйста, не рвите грибы в национальном парке.